здравствуйте с вами поиск я юлия муштакова и у нас сегодня в гостях михаил скоблов заведующий лабораторией функциональной геномики медика генетического научного центра недавно которому присвоили имя николая павловича бачкова чаще почему-то опять всплывает у нас тема генетического оружия разве мы еще не развенчали этот миф как вы считаете достойна ли эта тема того чтобы вот прям ее на высоком уровне обсуждать недостойно почему потому что на мой взгляд это в первую очередь политическая тема до в нашей стране сейчас очень заинтересованы в том чтобы поднимать какие-то такие спекулятивные темы что вот наша страна вокруг мы окружены врагами и нам нужно как-то противостоять чем только не противостоять по факту конечно как сама наука это вещь хорошо демонстрирующая что люди все живут в какой-то такой единой коллаборации взаимодействуя с друг другом знаниями всеми различными знаниями технологиями в том числе и редактированием геномов на основе которого позиционируется что можно сделать генетическое оружие эти вещи всем доступны и каждая новая статья она рассказывает как эти технологии существуют для чего они применяются и конечно в принципе если говорить о том можно ли его использовать в каком-то далеком будущем ну все можно придумать но в первую очередь люди да вот весь мир он направлен на то чтобы эти технологии применять во благо да и настолько востребовано их использование во благо для медицины для сельского хозяйства для всего-всего-всего остального что вот вопрос о том чтобы что-то сделать еще такого ужасного помимо там ядерной бомбы и многих там других каких-то оружий чтобы еще и этим вариантом кого-то убить но в мире вот так не стоит это только у нас наверху могут такие вещи спекулятивно обсуждать поэтому для меня это не серьезно непрофессионально вы говорите его использовать но сначала его надо создать вот все таки вот объяснить вот еще раз почему мы не можем создать оружие которое будет направлено против такого же человека как и мы сами на сегодняшний день действительно все технологии в частности редактирование генома которые распознают какой-то определенный специфический участок днк и дальше с ним делают какие-то вещи там его разрезают или редактируют разного рода моделью молекулярные операции они несовершенны да у них эффективность своя ошибки довольно большие поэтому и для терапии эту технологию невозможно применять и для того чтобы направлять ее для того чтобы она уничтожала днк как у какого-то врага нехорошего там соответственно человека настолько ли мы в генетическом плане разные что можно выбрать какую-то определенную цель и вот бить вот в нее на этот вопрос профессионально даже ответить на самом деле сложно с одной стороны безусловно есть какие-то генетические метки которые присутствуют назовем их как метки у разных популяций да там и есть такая наука гена география которая раскладывает как какие-то определенные метки в геноме на сегодняшний день в разных популяциях чаще встречаются в других популяциях реже встречаются и в каких-то случаях они даже очень специфично представлены до что идентификацию личности по этим меткам можно провести очень хорошо высокоэффективно сказать так вот это останки человека который там жил в такой-то деревне потому что они существуют только только там то есть в принципе на самом деле эти метки они существуют но еще раз пока не существует какой-то такой детерминировать никто так задачу даже не ставит чтобы их идентифицировать чтобы вот прям четко метка была направлен только на американцев сами генотипы в популяции сама формулировка вот меня уже настолько покоробила вот это вот да потому что ну положим этом давайте направим на наш нам будет это легче как говорится про это обсуждать вот чтобы уничтожить россиян где-то какой-то создается соответственно генетическое оружие но кто такие россияне да мы как владимир владимир путин сказал настолько многоконфессионально у нас настолько много национальности проживающих на нашей необъятной родине что как идентифицировать те самые какие-то уникальные генетические участки которые присутствуют только вот всем всем нам россиян их не существует конечно то же самое касается всех остальных других стран таких участков нету поэтому даже если создать какое-то оружие которое будет распознавать какой-то участок то она убьет каких-то конкретных людей но никак не страну не там чисто арийцев евреев или еще кого-либо вот тем не менее это абсурдная история однако же есть компания которая занимается эти решениями в медицине которая выступает одним из партнеров создание баз данных генетических исследований вот это вот эти компании в кулуарах форумов утверждают что сейчас вот генетики то что вот они насеквенируют да вот прочитают в данные вот генома пациентов сейчас все эти данные так как у нас лаборатории используют американское оборудование да в основном все эти данные отправляется куда-то в облако ими там кто-то пользуется а вот и говорят что давайте мы сделаем свою базу данных вот чтобы хотя бы у нас наши ученые никуда это дальше там не отправляли но по-моему здесь явно что две темы вот как как вы вот к этому относитесь но я не слышу про эти конечно заявления потому что все занимаются лоббирование своих конкретных интересов и привлечение денег опять почему это происходит потому что экономика у нас очень сейчас слабая и поэтому пытаются разными способами манипуляциями извлекать средства отовсюду и в том числе соответственно на разные спекулятивные темы что касается развития каких-то своих баз данных ну конечно это востребованная вещь но опять-таки в обществе медицинской генетики нам необходимо понимать как устроен наш генофонд чтобы хорошо определять что является нормальным геномом человеком здорового и что является патогенными какими-то вариантами дефицированных у больных с разными наследственными заболеваниями это очень востребованная вещь если такого рода проекты уже давным-давно реализованы во большом количестве стран то есть и на сегодняшний день коса лидер является великобритания которая за за несколько лет сделала проект секвенирование 100 тысяч геномов и эти опять-таки данные не только доступны для их внутреннюю пользование а для всех здесь нету никаких вот таких страхов и ужасов что в результате мы поймем как устроены геномы великобританцев и сможем работать у поймем да слава богу и поймем где вот эта разница найдем у них какие-то аномалии генетически у нас аномалии то есть это общий безусловно тренд развития в принципе и нам нужно тоже такие проекты развивать поддерживать но именно в этом положительном русле созидательном они в разрушительным вы занимаетесь в том числе и работой над такой базы данных правильно или это не актуальный проект у нас медика генетическом центре тоже есть небольшая такая база данных сожалению потому что мы делаем своими силами и она развивается не так сильно и так быстро как хотелось бы но вот еще раз по-хорошему это должна быть какая-то федеральная программа которая бы объединила бы усилия многих разных людей которые подобного розы занимаются подобными проектами для их объединения это было бы совсем другое качество мы знаем ведущие в этом поле фирмы даже коммерческие не проблема позвоните запросить у них данные понять как эти вещи устроены то есть в данном случае взаимодействие происходит очень легко и просто вот было если так продолжать эту тему развивать проект по секвенированию тысячи геномов российских до который был инициирован в питере но опять-таки чем он закончился где он сейчас это все хорошо отображает нашу российскую действительность до сделано 60 геномов уже там как несколько лет где где они они где-то там да ну заявляю что вот у нас есть они в интернете можно запросить но по факту конечно смешно где 60 где сто тысяч да ну то есть да секвенирует секвенирует у нас геном вот секвенировали там не к зону генома мои данные в открытом виде там хранятся этого стоит бояться или нет ну дискутабельный вопрос потому что с одной стороны есть ряд прям ученых которые говорят так этих вещей бояться нельзя и мы сами свои данные выкладываем интернет пожалуйста берите пользуйтесь кто хочет есть эти вещи произошли не сегодня там несколько лет назад как только это стало доступно и они этим демонстрируют как говорится некие тенденции которые кучи существуют да да и получи там тысячу рублей да и это тоже да вот с другой стороны да есть вот опасения людей что наверное ими могут воспользоваться для того чтобы как-то их притеснить что ты не такой умный не такой быстро не такой смелый вот в результате сидеть тебе там вот здесь а не править миром и вот в это эти опасения конечно их формируют и определяют не ученые люди люди до обывателя поэтому развенчать их полностью на сегодняшний день довольно сложно поэтому это пока есть это дискутабельно вас данных которые существуют они обезличены то есть там нету прописанных как говорится фамилиями отчества и адреса не полностью деанимизированы вот но куда это все выльется пока непонятно